Ивняковская школа в Ярославском районе одна из самых больших. 1 сентября сюда придет около 500 детей. Это на 60 человек больше, чем в прошлом году, рассказывает директор. Принять их школа почти готово. Классы обновили, заканчивают ремонт санузлов. Ежегодно в начале учебного года мы подаем заявки в управление образованием. И у нас в школе не было года, чтобы не проводились какие-либо ремонты. Я думаю, что коллеги-руководители меня прекрасно поймут. И нам никогда ни в чем не отказывали. До 1 сентября осталось немного. Успеют ли в срок, проверяет зампред областного правительства Александр Нечаев. В этом году масштаб ремонта в Ивняках немного больше. Общая его стоимость – порядка 4 миллионов рублей из областного, муниципального и даже федерального бюджетов. В школе появились пластиковые окна. Пока, правда, не везде. Это позволит экономить тепло, а значит и средства. В ремонте и актовый зал. Деньги на работу районный бюджет выделил из полученного от регионального правительства гранта. Конечно, в первую очередь делаем там, где большая численность детей. Ну и мало того, что, конечно, эти залы больше требовали и ремонта. Потому что на протяжении всех лет больше эксплуатировались ввиду того, что детей здесь больше. Спортзал пока только готовится к обновлению. Здесь заменят окна и проводку, сделают косметический ремонт. Дети пока тепло будут заниматься на улице. А с наступлением холодов ходить в ФОК по соседству. Закончить планируют в ноябре. А вот ремонт спортзала в 36-й школе Ярославля уже почти завершен. Осталось только пол покрыть лаком. Работы стоили городскому и областному бюджетам миллион триста тысяч рублей. Новые окна, чистые стены и потолок не главное, отмечают власти. Почти половина выделенных на ремонт денег ушла на систему пожарной безопасности. Увиденным в правительстве остались довольны. Все учебные заведения, а их у нас 987 в Ярославской области, из них 824 – это садики и школы, 1 сентября примут детей. Но это не повод расслабляться. Школы региона готовы на 92%, говорят власти. Каждый проблемный объект в отдельности обсуждали с районами по видеосвязи. Есть проблемы. Есть. Нельзя сказать, что все идет беспроблемно. Тем не менее, на местах вы их решаете. Я думаю, что нерешаемых проблем нет. Те вопросы, которые вы сейчас задали, еще раз департамент посмотрит. Будьте с ними на связи. При необходимости в правительстве готовы усилить контроль за отстающими. Крайний срок приемки – 18 августа. Нина Колтина, Сергей Мазилов. День в событиях.